В данный момент оператор будет визуально выглядеть только стол подачи. Роман Сенчуков, оператор линии сортировки круглого леса, находится на своем рабочем месте и рассказывает о том, что входят в его обязанности. На предприятие «Краслесинвест» он пришел недавно. Раньше работал также в лесной отрасли, на одном из предприятий района. Условия на «Краслесинвесте» он счел более привлекательными для себя, да и работа интереснее. Это новейшее оборудование, которое здесь поставили 25 балланов в минуту. 12-часовая смена должна пропускать примерно 2-3 тысячи кубов круглого леса за смену. То есть, я очень рад, что работаю здесь. Интересную и высокооплачиваемую работу получить непросто, поэтому Роман, как и многие другие богучанцы, считают, что им повезло. Предприятие масштабное, новое, суперсовременное. Пока оно делает в работе лишь первые шаги. Продолжается пусконаладочная работа. Но совсем скоро завод выйдет на серьезный объем лесопиления. После открытия в настоящее время продолжается работа по пусконаладке оборудования. Более 50 наших сотрудников работают с иностранными специалистами по отладке и доводке оборудования, создание единого комплекса лесопиления. В октябре мы планируем уже начать промышленное пиление. Лесозаготовительные бригады работают уже в отлаженном режиме. Это видно по огромным штабелям древесины, подготовленной для лесопиления. Со временем руководитель завода Сергей Чайгин уверен, что предприятие станет флагманом лесной отрасли не только края, но и России. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех сотрудников нашего предприятия, всех специалистов лесной отрасли с наступающим праздником. Пожелать успехов в труде, здоровья, счастья, вечной жизни. Профессиональный праздник в Краслесинвестии отметят, как положено, на коллективном собрании поздравят всех работников и отметят почетными грамотами лучших. Евгений Шамринко, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр», Богучаны.